Мы знаем, каких они хотят перемен, мы знаем, как они будут бойкотировать наш референдум. У них важнейшая цель – влезть в государственный аппарат. Поэтому имейте это в виду, будьте аккуратны при подборе кадров. Будьте очень аккуратны и осторожны, потому что мы вместе с милицией, КГБ и прокуратурой до сих пор Следственным комитетом вытягиваем этих мерзалцев. Недавно вы вот в этом А1 задержали это вроде пресс-секретаря, центральная фигура у них была, брал данные и все это перебрасывал. Слушайте, вот эти преступления, якобы они втиху, где-то что-то написал, где-то БЧБшный флаг наклеил, еще чего-то, значок. Террористические эти устремления, вот вы проводили пример, что вы задержали там мерзалцев, которые подкидывали, прорезали колеса и прочее. Вы бы посмотрели, надо показывать людям, как они после этого себя ведут. Они такие смелые, когда мы до них не прикоснулись. Вот только что я, извините, почему задержался, министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью, вчера днем задержались 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против прокуратуры работников и даже на суде уже покатили. 7 человек задержали, одного ищем. Найдем. Вроде в Россию побежал, ну там привезут нам его. Поэтому они вот мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину, ну стоит того, что ты сейчас 15 лет сидишь в тюрьме. Поэтому вот начинают так пакостить. Для чего? Опять деньги. Нет, я не надеюсь. Нет гиги. Продолжение следует...